привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур и этот цикл серий по дополнению к скорее мы под названием dragonborn то есть дракона рожденный который судя по всему будет довольно большим что добро пожаловать обратно добро пожаловать скорее старый добрый поп-коп старый добрый лидия старый добрый white ран все на своих местах последний раз когда мы посещали это место мы стали верховным вампиром разобрались с клубком хитросплетений сюжета за вампирские стороны там их было две насколько я помню были стражи рассвета и были собственно вампиры в итоге у нас все получилось довольно хорошо ну что теперь мы full hd это не единственное приятное дополнение единственное но то что сейчас у нас игра будет на английском языке пока официального перевода нет он будет числа 9 10 наверное того времени мы будем играть на английском насколько я знаю здесь не так много сложного языка то есть общий смысл диалогов я вам передам может не в реальном времени как бы там не было я думаю вы поняли насколько я понимаю сейчас на выходе из моего дома ко мне должны подобраться какие-то культисты и из этого все завертится закрутиться хорошо все таки насколько игра дольше грузится при фрапсе у меня на мега компьютере вот это вот место грузилась наверно секунды за 3 теперь уже на секунд 20 прошло короче вот такие дела мы отправимся в земли морровинда насколько мы знаем с карими она довольно сильно все разрушено у нас же герои вампиры я забыл солнечный свет довольно плохо на нас действует ты тот самый кого зовут драконорожденным да это я настоящий драконорожденным настоящий приближается а ты всего лишь его тень нормально начало так нужно вспоминать управление я честно говоря не понял потому что в облиянии у меня герой уже готов герой был гораздо сильным в плане дальнего боя а здесь у нас ближний бой стелс хорошо до свидания их повелитель приближается он должен ближайшее время появиться так их одежда довольно таки необычно но нам сейчас не сильно нужна до насколько я понимаю это все больше для магов но маску я возьму по любому потому что она выглядит очень круто так почему бы нам ее не одеть давайте посмотрим так я совершенно не помню отвык после обливина обратно сюда переучиваться довольно сложно кроме того сейчас два с половиной часа ночи игра буквально 20 минут назад стала доступна в теме поэтому я сейчас могу заговариваться сегодня записал несколько серий хейл рич поэтому глава моя опилки да 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 поэтому извините если буду заговариваться остальные серии запишу уже на свежую голову но первое хотелось чтобы вы увидели побыстрее так зачем тебе паучий яйцо интересно давайте съедим чтобы он не носил так приказы культистов сейчас исчезнет надпись и его прочтем нам нужно в соль стей двигаться так взойдите на борт судно северная ведьма северная дева пришвартованного в рейвенрок доберитесь до винхельма там начните ваши поиски убейте фальшивого уже драконорожденного известного как поп коп до того как он достигнет салстейма вернитесь со словом своего успеха и мирак будет доволен короче говоря что то там интересное начинается похоже нас кстати говоря довольно сильно жарит солнце но далеко не так сильно как это делается в обливине там можно за полчаса буквально в пепел превратиться блин а сколько приятно сюда вернуться это офигеть давайте посмотрим что у нас предметов вообще фалмерская броня очень крутая по-моему даже круче выглядит чем была чем броня этого вампира королевская броня круто конечно но я думаю лучше в этом покажу потому что реально крутая хотя конечно не очень подходит под наш стиль боя ну ладно по оружию арбалет легендарный которым я не скажу что больно пользуюсь лука уриэля вот это наше дело с помощью него кстати говоря можно по моему затушить солнце это тот самый куча крутых вещей что давайте выдвигаться шлем культисты снимем потому что нельзя чтобы нас принимали за одного из них потому что они какие-то странные не такие блин нет лучше я где на все таки вот это ну и давайте выдвигаться нас ждет долга дорога насколько я знаю это дополнение крайне объемная и пока мы не исследуем его вдоль и поперек мы отсюда не уйдем с карим игра такая мне можно сидеть годами тут уже зависит от личного расположения насколько быстро она надоест мне до сих пор не надоело насколько я помню под конец уже там прохождение 180 серии оригинального скорее меня уже подташнивал от игры но потом буквально неделю отдохнул меня с новой силой потянуло я там уже для себя маленько побегал то есть по тем же по старым квестом за другого персонажа так чисто от балды то есть игра вообще не надоедает так текстурки вполне себе установлен high resolution текстур пак а здесь же еще постоянно нужно посмотреть на небо тут летают драконы после обливина тоже воспринимается довольно таки странно так карта нам нужно путешествие в солстый именно там у нас по моему моровинт находится так но нам нужно я не думаю что мы сейчас поскачем прямо туда мы направимся к вентхельма быстрым перемещением от вентхельма уже пешочком или на тоннегриве посмотрим если он будет поблизости здешний тоннегрив мне надо сказать нравится больше того что в обливине хотя у них свои приколы что у того что у другого в принципе одна и та же лошадь здесь он выглядит более зловеще прям такая конь апокалипсиса а там просто черная как смоль но тоже крутой вообще графика здесь именно стиль сильно шагнули вперед по сравнению с обливинами и мир стал более живой но именно квесты по квестам могу сказать что обливин все-таки на мой личный взгляд по интереснее вышел вот сейчас вот я в него играл очень ярко впечатление от темного братства там как вот это все происходило с карими тоже было прикольно но все-таки как-то как-то не настолько прикольно довольно предсказуемо все было не знаю блин насколько игра дольше с фрапсом грузится это обалдеть ваша сила вампира растет вместе с голодом ваша вампирская кровь кипит на солнце так но давайте мы наверно не будем особо питаться где работай хорошо вскоре пока что нас одни загрузки обалдеть так ну я не знаю по дороге конечно неплохо было бы кем-то перекусить а не помню в этой части можно то есть живого персонажа не только смысле со спящего персонажа можно по-любому питаться а вот именно состоящего находящегося в сознании так бы просто сейчас кого-нибудь захорчили вампиризме есть свои плюсы есть свои минусы не знаю пока что будем им там уже в моровинде разберемся я думаю оставаться нам вампиром не оставаться хорошо наконец-то так нам нужно довольно близко где-то здесь похоже пришла штовран этот корабль сейчас мы найдем может отсюда даже увидим ну вполне возможно это она но честно говоря сомневаюсь и кстати вот тут ни разу не был или это в дополнение только место появилось потому что это это пристань выглядит вообще незнакомо хотя вроде тут миллион раз проходил так что у нас быстрыми слотами балет и как все таки в последнее время именно к оружию дальнего боя прикипела уже в обливине и тут хочется им больше пользоваться да гораздо более живой мир если там тупо ходят и втыкают персонажа то здесь он занялся своими делами рубят дрова причем сделано это не абы как а именно там головешки разлетаются в стороны так а ты каджит тоже дровишки рубишь ребята уча обраку он всего понятно скучал скучал офигеть не ну как вообще так может он там еще один где-то это вы чё сегодня медом намазано что кого он там жарит так нужно подготовиться и вызвать адовинга нам на помощь ну долго целиться больше так хорошо я не помню кто такой арвак не помню кто такой дурный мир так ну где-то придет совершенно не помню как этим всем пользуются дракон злобный какой-то да а вон наш летит на помощь и по нам мать старейший дракон сейчас я так понимаю на нас только такие будут нападать да а тут я от этой игры давай адовинг ломаю к чертовой матери его неплохо кстати сшибает стальными болтами ох офигенно да пусть и мышки конечно с геймпада целится не очень круто так ну чё надо применять дракон обои то он так и будет летать тут маленькую вспоминаем а он уже приземлился так хорошо сейчас разломаем его к чертовой матери если дотянемся конечно меня сейчас убьют да причем быстро так нормально своим делам скорее игра такая она постоянно вот я заметил именно что если ты идешь по своим делам и хочешь чем-то определенным заняться тебя просто тупо не отпустит постоянно будет вылезать что-то новое поэтому в этой игре и пропадаешь на десятки часов или на сотни кому что ближе у меня на данный момент в этой игре на игре на 115 часов ты таки пришел опять да я видел тень так вон ладья но придется переплыть что ли потому что я честно говоря не понял где здесь это похоже он оттуда проход появился или мы по льду можем какая мерзость ледяная водичка скорее всего это тут было но четко честно говоря не припомню я тут ни разу по мне был так ты кто такой если ищешь если ты ищешь как добраться соль стей плохо для тебя я туда больше не поеду что случилось почему ты не вернешься сложно объяснить я помню людей в этих масках когда они зашли на борт а потом следующее что я вспомнил я был здесь они ушли это было неправильно потерять все эти дни что-то странное было во всем этом до этого что то странно происходило но после этого все я закончил со стремя больше не поеду да ты поедешь ты привезешь меня в словстве ты меня слышишь вообще я назад не поеду ты мне должен эти культисты которых ты сюда привел пытались меня убить ладно ты прав вернуть тебя назад это самое меньшее что я могу сделать кроме того может и остановишь то что там происходит я хочу чтобы ты отомстил за меня тоже но все солсты как то мы странно так добрались успели уже получить и грести от дракона но древний дракон насколько я помню это самый сильный старейший все равно печально что игра нас так встречает с другой стороны круто то что но постоянно происходят какие-то рандомные события именно этого не хватает и в обливине там ты выскакал эту карту и все скачешь по ней полчаса там иногда зверюшки нападут на тебя какие-нибудь а так чтобы там нет такого хотя помните того единорога да было прикольно это по-моему единственный раз за 40 с лишним серии прохождения мамонтов часто можно увидеть в тундре скайрима только начал читать и все совершенно другие места но вот мы здесь это рейвенрок не могу сказать что я рад его видеть удачи может и выяснить что происходит здесь моровинд елки-палки как я пойти соскучился это же именно те постройки данмеров так выполнено путешествие в солстри я не узнаю тебя я думаю что это твой первый визит на рейвенрок чужеземец объясни зачем ты здесь не твое дело с таким отношением на этой на этих землях ты попадешь в тюрьму но пока те я тебя отпущу просто помня рейвенрок это частная территория дома ридаран это моровинд не скорее пока ты здесь подчиняйся нашим законам есть еще вопросы ты знаешь кто такой мирах я я не уверен я вроде как знаю имя но не знаю чьё она можешь мне что-нибудь рассказать о нем не думаю имя как-то связано с камнем земли я думаю но я не уверен почему вы так подозрительных клубной в прибывшем я должен как второй консул охрана рейвенрока лежит на моих плечах то есть он охранник так а что здесь на самом деле нужна охрана это вообще-то не город блэк лайт мы здесь на границе здесь у нас хватает проблем после все через что мы прошли я отказался оставить консула морвина одного что ваши так у титулы то есть что ваше звание значит так он представляет дом ридаран соль с теме я второй консул моя работа поддерживать его и действовать этого имени помни мы следим за тобой хочешь вернуться поговорить с капитаном таким-то я лондом так ну хорошо и мы морвинди здесь я не был уже лет десять наверно с того момента когда играл в предыдущую часть и я узнаю эту броню как ни странно обалденно у них броня хитиновая эти дома блин как приятно сюда вернуться после стольких лет не знаю новеньким которые не играли в морровинд или там знают о нем ну я не знаю там по странице в интернете в википедии то может и ничего не скажет но тут прям просто просто ностальгия хорошо давайте в основном ко всему будем присматриваться уже в русской версии сейчас мы просто идем по главному квесту и осматриваемся с разъянутым ртом нестандартные такие дома да именно этим свое время морровинд и пленил меня с этого началось знакомство серий они готовят самую лучшую суджаму которая пробовал стоит каждой монеты сказал он здесь и то есть я играл и даггерфул и в арену но именно зацепила меня с морровинда эти части были по большей части довольно алиповатыми такими блин и это архитектура именно с морровинда все но выглядит конечно гораздо лучше я тут маленько выделяюсь да добро пожаловать если что можно мастер гил здесь будет счастлив помочь знаешь кого по имени мирак знаю ли я кого-то такого кого-то кто-то что-то хотел что он хотел может я просто запутался я не уверен знаете такое подозрение что до встречи ты бишь по-русски такое ощущение что им всем запудрили мозг то есть как-то эти культисты они управляют сознанием потому что никто не помнит о них ничего я работаю на моргул а если у тебя проблема с ним разговариваю и моргул а гиби до сморин он и у тебя там один раз предупреждение не пересекаемая дорогу все будет у нас порядке наемное лезвие то есть наемный клинок наемник и здесь монеты прикольная броня у тебя тэлдрин а у вас здесь наверное нет смотри какой у них все корявые у вас здесь наверно рулетов то нет да болин как так я что все дополнение буду без рулетов ты не может этого быть ох тут красиво их дома прям как будто выращенные какие-то да день добрый добро пожаловать в речи няч я бы перевелась у меня глава была более свежая но сейчас я честно говоря просто не могу вспомнить перевода эти этого словосочетания что-нибудь слышно последнее время побережье опасно много риверов пиратов много квест найдите сокровище круто чё так ну ладно давайте выйдем интересно здесь есть песчаные бури как были в мору в индии именно в игре там было так круто временами когда заходишь вот это вот пыль поднимается это выглядело просто волшебно не знаю я покажется как маленький ребенок как будто вернулся в детство и опять попал в какой-нибудь детский мир магазин мне показывать игрушки я вспоминаю и прям что-то сжимается в груди интересные постройки наполовину то есть вот эти вот ухты какая стена а наполовину имперский до каменные есть кузнец похоже интересно у кузнеца есть что-то сколько времени это вообще время 33 дня и 3 ночь а им а им это ночи так пока что никуда особо не заходим просто осматриваемся корни трамы не знаю что это но выглядит интересно это прям алоэ какой-то да круто чё кстати говоря у многих людей игра не запускалась и у меня в том числе после установки этого дополнения dragonborn скорее им перестала запускаться и на титульном экране их выкидывала обратно на рабочий стол решается это все довольно просто нужно скачать фикс так чё она говорит то что мы помним фикс найти довольно просто просто набирать фикс на dragonborn все далеко от себя сказал ты там ты вроде не такой тихий как все остальные интересно могу спросить тебя что ты делаешь здесь я ищу кое-кого по имени мирак 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 звучит знакомо но я не могу вспомнить о подожди вспоминаю но смысла всем это мало мирак мертв уже тысячи лет что это значит я не уверен но это же удивительно верно возможно это имеет какое отношение к тому что здесь происходит боюсь я не могу дать тебе каких-либо ответов здесь руина древнего храма мирака центре острова и спе был тобой я там поискал что эти люди делают строить что-то вроде бы и вроде как не хотят об этом говорить мне самому интересно что получится когда они достроят то что строят ты пытался остановить это конечно нет если я помешаю тому что они делают то я не посмотрю что в итоге получится хорошо блин ты посмотрите как зомбированы какие-то далеко от тебя говорит он растет рядом с каждым из нас наши глаза однажды были слепы так карта новая карта огромная новая карта обалдеть ребята мы тут надолго крутота это то что я думаю если это то что я думаю то я просто расцелую разработчиков это те самые черви непонятные то есть не черви а как моллюски да 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 это они офигеть не выглядит здесь все просто стопроцентно узнаваемо да это тот самый диковинный мир с карима он далеко не похож на имполь ну то есть мира моровинда вообще не похож на то что было в скориме это просто эпик какой-то вообще великолепно посмотрите на это только не все твари такие звуки какие они издают прикольно ладно они опасны не бойтесь когда они вырастают насколько понял так корень нирна когда они вырастают из них получаются те самые ездовые животные хотя может отняли просто похоже так я просто иду куда куда смотри какие волны такого я вскоре мы тоже не видел ладно давайте туда поднимемся я думаю там будет что-то интересное и на этом будем завершать на пока так для начала нам нужно сохраниться потому что кстати говоря играя на геймпаде и постоянно вот эти вопросы еще при прохождении с карима а черный геймпаде есть кнопку быстрого сохранения конечно нет я просто на клавиатуре в 5 нажимаем она мне под рукой так хорошо выглядит необитаемом вроде но забраться туда по такому косогороду не смогу давайте лучше спокойно снизу посмотрим название что-то насчет крови блузка бро уже надо быть осторожней это кто это там такой сидит мне кстати очень хорошо если кто не помнят со скрытностью не просто хорошо это настоящему хорошо этом скорее всего я смогу подобраться к ним незамеченным и персонаж уже на серьезных уровнях он явно нехороший или она смотрите с таким ракезом а это ривер как раз говорили их опасаться из меня опасаются поп-коп-коп морровинде все беда вам ребята да как я по всему этому скучал просто не передать словам и знаете пока что я вижу что это дополнение она в разы лучше этого называлась блин вот глава уже в три часа ночи дырявая даунгард вот точно дополнение дом даунгард она был чист сюжетным и там локация была в принципе одна только новая именно полноценная такая здесь полноценный материк чуть ли не с половину того что был скорее так что вполне возможно мы тут надолго так а ты чё тут сидишь бродерка шо отойдем пока смотри серьезно больно бьют а кто довольно много могут и нарезать я как бы особо и не прячусь от тебя мне это не нужно потому что у меня скрытость хорошие она сама получается добрый день но от одного получилось по крайней мере так он там еще ходит бандиты кругом бандиты как чужой говида так ну что-то один остался края те похоже на стол конечно сбежал как же начата так хорошо зачем я собираю железные стрелы я не пойму но тем не менее собираю ну и что давайте мы с вами наверно будем заканчивать первую серию потому что судя по всему мы надолго пока что все очень круто это именно опты одежда данмера эти примере просто потом выкинь естественно вполне себе особенно учитывая что наш герой вампир ему нужна защита от солнечного света ну конечно по сравнению с одеждой королевского вампира все довольно глупо выглядит хотя в принципе чтобы не привлекать внимание я думаю можно будет надеть или лучше давайте все таки мы походим наверно в этом дополнении пока что я не видел ничего лучше белой фалмерской легендарной брони будем двигаться в этом не знаю короче говоря давайте на этом заканчивать в следующем в следующей серии я буду уже более здравомыслящий более трезвомыслящий потому что сейчас я сильно уставший был к записывал эту серию надеюсь вам понравилось увидимся завтра в следующий с новым продолжительным прохождением у вас я очень рад вернуться в эту игру и думаю вы тоже увидимся в общем с вами был артур всего хорошего пока 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 удачи 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон